Таргетная терапия 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 что приводит к повышению общего периферического сулистого сопротивления. И понимание этого дает нам право считать наиболее эффективной терапией с применением периферических вазодилататоров. Поэтому артериальная гипертония на фоне терапии тирозенкиназных ингибиторов должна лечиться в первую очередь с использованием блокатора РАС и антагониста кальция как самых мощных вазодилататоров. Определенную роль играет и объемная перегрузка из-за нарушения экстреции натрия. Здесь, конечно, было бы хорошо назначить тезидные диуретики для коррекции данной побочной реакции. Но, к сожалению, вот эта комбинация развития артериальной гипертензии с желудочно-кишечной токсичностью закрывает тему тезидных диуретиков, поскольку значимо повышает риск электролитных нарушений и удлинение интервала КУТЭ и, соответственно, жизнеугрожающих нарушений ритма. В первую очередь желудочно-кишечной кардии. Поэтому важно в первую очередь определиться с терминологией. Когда пациент приходит на прием к кардиологу в Европе, в России, критерием гипертонии является отрезная точка 140-90, в Америке это 130-80, действительно, в последние годы, в 2018 году были пересмотрены подходы к стратификациям этого заболевания. Онколог пользуется классификацией нежелательных реакций, и там еще более жесткие критерии, поскольку то, что в кардиологии называется высоким нормальным давлением или предгипертония, относится уже к первой степени токсичности по классификации СТСАЕ5. Если у пациента развивается артериальная гипертония первой степени по кардиологической классификации, или диастолическое давление повышается всего на 20 мм рт.ст. Это особенно актуально иметь в виду, когда мы лечим пациентов молодых с исходной гипертонией. Например, исходный уровень давления 90-60, когда диастолическое давление превысит 80 мм рт.ст. на фоне терапии тирозенкиназных ингибиторов, мы должны понимать, что у этого пациента уже имеется вторая степень токсичности. Как только мы назначили две таблетки для лечения артериальной гипертонии, это уже третья степень токсичности. А это достаточно распространенная рутинная ситуация. И, конечно же, самая большая грусть в этой ситуации заключается в том, что при развитии тяжелой гипертонии первая реакция врача, который наблюдает пациента, химиотерапевта, онколога, безусловно, либо сделать перерыв, либо редуцировать дозу таргетной терапии, а дальше отправить пациента на прием к кардиологу. Когда пациент приходит на отмене тирозенкиназного ингибитора или с редукцией дозы к кардиологу, кардиолог может не зафиксировать этой абсолютно обратимой побочной реакции или назначить недостаточно эффективную терапию. Поэтому крайне важен мультидисциплинарный подход. Если пациенту предполагается назначение тирозенкиназных ингибиторов, он должен быть осмотрен кардиологом до начала приема потенциально кардиотоксичной терапии. И как только развивается артериальная гипертония по тем критериям, которые я уже обозначила, пациент должен немедленно, повторно быть проконсортирован кардиологом. Как выглядит ситуация в обычной жизни? К сожалению, пациенты с исходной артериальной гипертонией зачастую не получают лекарственной терапии для снижения давления. И эта ситуация распространена, разумеется, не только на приеме у онколога, также и на приеме у кардиолога. У нас крайне низкая приверженность к лечению пациентов и крайне низкая определенный уровень гиподиагностики артериальной гипертонии начальных степеней. Поэтому прежде чем назначить тирозенкиназный ингибитор, необходимо убедиться в истинном уровне артериального давления у пациента. Для этого необходимо померить давление на приеме у врача. И критериями гипертонии будет 140 и 90. А дальше рекомендовать самоконтроль давления. В небольшом исследовании пациентов с почечным леточным раком, которым был назначен химитениб, было продемонстрировано, что у 100% исходно нормотендивных пациентов при самоконтроле артериального давления развивается гипертония. То есть мы с вами упускаем часть пациентов с начальными проявлениями мягкой гипертонии и не начинаем своевременное лечение, что приводит к тому, что о проблеме мы начинаем думать уже тогда, когда давление превышает критические значения в 180-200 мм тотного столба. Поэтому в первую очередь до начала терапии тирозенкиназными ингибиторами пациент должен начать измерять артериальное давление. Даже если с его слов у него нет гипертонии, все благополучно, только регулярный самоконтроль нам позволяет в этом убедиться. Нужно обучить пациента правилам измерения давления. Безусловно, измеряем давление только тонометрами для плеча. Тонометры для запястья валидированы исключительно для пациентов с морбидным ожирением. И, конечно же, их точность неудовлетворительная, поэтому только тонометры для плеча. Ну и, конечно, пациент должен находиться в спокойном состоянии перед измерением давления и измерять давление хотя бы дважды, а лучше трижды утром и вечером. Помимо измерения давления, пациент должен сделать необходимый минимум обследования. И если клинический анализ крови, общий анализ мочи является рутинным, то в биохимическом анализе крови зачастую отсутствуют данные о электролитах. При том, что, разумеется, контролируется уровень негратинина и печеночных ферментов. Почему так важно проанализировать уровень электролитов? Если разовьется желудочно-кишечная токсичность и если мы должны будем корректировать последствия приема данной группы препаратов, нам нужно понимать исходные значения и нам нужно своевременно корректировать электролитные нарушения из-за вот такого возможного риска кардиологических осложнений в виде нарушения ритма. Для того, чтобы оценить общий риск пациента, уровня артериального давления недостаточно. Поэтому, безусловно, важно измерить уровень глюкозы и липидного спектра не только общего холестерина, поскольку наибольший интерес представляет холестерин либо протеиды в низкой плотности, а также до начала потенциально кардиотоксичной терапии. Но и ЭКГ, и ЭХО – это рутинная практика. ЭКГ требуется для того, чтобы своевременно выявить нарушение ритма, проводимость, очаговое нарушение и возможное развитие и удлинение интервала КУТЭ. А ЭКГ также помогает иметь исходную точку для того, чтобы, если вдруг развивается систолическая дисфункция, что, к счастью, выявляется нечасто на фоне терапии тирозенкиназными ингибиторами, но это тоже возможно, мы имели исходную точку. Чтобы мы понимали, это снижение систолической функции обусловлено тирозенкиназными ингибиторами или это исходный статус пациента. Активная профилактика всех факторов риска, в первую очередь артериального давления, а также дислепидемии и нарушение углеводного обмена позволяет сделать вот такую потенциально токсичную терапию, менее рискованную для пациента и позволяет сохранить пациента на максимальной эффективной терапевтической дозе тирозенкиназного ингибитора без редукции дозы. С профилактикой дислепидемии и лечением и нарушением углеводного обмена, конечно же, есть определенные сложности, нюансы, мы сейчас это не будем обсуждать, просто стоит сказать о том, что терапия дезагрегантами в рамках первичной профилактики не показана, то есть дезагреганты получают пациенты, имеющие ишемическую болезнь сердца, перенесшие там инсульт, имеющие заболевания периферических артерий, то есть по определенным показаниям, не в рамках первичной профилактики. Прием статинов, для того, чтобы оценить ценность данного вмешательства, конечно же, нужно оценить общий сердечно-сосудистый риск и в этом при необходимости назначить терапию статинами, но во внимание следует принимать риск лекарственных взаимодействий и следует предпочитать препараты, которые метаболизируются не через цитохром печени ЦИП-3А4, а через другие пути, в частности, можно назначать розовый статин с меньшим риском лекарственных взаимодействий. И, конечно же, мы допускаем определенную условность, когда мы переносим результаты, полученные по эффективности на общей популяции, где эффективность статинов продемонстрирована в рамках десятилетней выживаемости пациентов без онкологических заболеваний. И когда мы переносим эти рекомендации на популяцию пациентов с радиорезистентным раком щитовидной железы, здесь, конечно, вряд ли мы можем ставить знак равенства, поэтому очень взвешенный подход необходим для назначения терапии статинами в рамках первичной профилактики, но, безусловно, статины пациенты должны получать в рамках вторичной профилактики после уже свершившихся инфарктов и инсультов. Далее. Продолжаем самоконтроль артериального давления. На протяжении всего периода приема тирозенкиназных ингибиторов, поскольку в течение первого месяца мы ожидаем, что все еще может развиться артериальная гипертония, затем, если вдруг данное побочное явление случается, может поменяться степень гипертонии. Иногда удается через какое-то время снизить объем назначаемой терапии, поэтому самоконтроль артериального давления продолжается на абсолютно весь период, когда пациент принимает тирозенкиназные ингибиторы. Когда необходимо начинать пациента лечить? Во-первых, если гипертония есть в анамнезе, то целевые цифры артериального давления нужно достичь до назначения тирозенкиназных ингибиторов. Если гипертонии в анамнезе не было, то как только давление превышает порог 140-90 для любой из цифр, либо для систолического, либо для диастолического, или когда диастолическое давление повышается более чем на 20 мм рт. столба, необходимо назначать антигипертонзивную терапию. Рутинная практика кардиолога – это стартовая двойная комбинация, поскольку назначить монотерапию антигипертонзивную мы можем только пациентам, у которых низкий риск, то есть отсутствуют абсолютно все факторы риска, нет ни ожирения, ни следительной эпидемии, ни нарушения углеводного обмена, ни курения и прочих факторов риска, и когда есть первая степень повышения давления. Подавляющее большинство кардиологических пациентов нуждается в комбинированной терапии, и это абсолютно нормальная практика. Поэтому ожидать, и нужно понимать, что каждый антигипертонзивный препарат обладает определенным потенциалом, и даже у самых высокоэффективных препаратов он не превышает 10-15 мм рт. столба. Поэтому если мы наблюдаем повышение давления выше целевых значений хотя бы на 20 мм, мы уже понимаем, что это комбинированная терапия на старте. Монотерапия любым препаратом будет неэффективна. В чем особенность лечения артериальной гипертонии на фоне терапии тирозенкиназными ингибиторами? Это очень быстрая титрация. В рутинной кардиологической практике титрация осуществляется каждые 3-4 недели. Здесь, как я уже сказала, мы не имеем такой возможности. Как только у пациента артериальное давление превышает 160, 90 и 100 мм рт. столба, как правило, согласно листовкам и препаратам, проводится редукция дозы. В этом случае также пропорционально снижается и артериальное давление. Таким образом, если мы не начинаем лечить данную побочную реакцию немедленно, в день повышения артериального давления, сразу же быстро добавляя многокомпонентную антигипертензивную терапию, у нас нет шанса сохранить пациента на эффективной дозе препаратов. В этом особенность лечения данной формы гетерогенной артериальной гипертонии. И дальше необходимо не просто поставить галочку, что мы дали какой-то антигипертензивный препарат. Конечно же, нужно достигать целевых цифр артериального давления. Первичная цель – это 140,90. Далее, при хорошей переносимости для большинства пациентов – это 130,80. Если пациент находится под наблюдением химиотерапевта, к сожалению, в рутинной практике далеко не всегда реализуется модель мультидисциплинарных команд. Каждый химиотерапевт должен быстро и эффективно назначить какой-то блокатор РАС, например, ингибитор ПФ или сортан, и амлодипин. Дальше за день-два титровать эти препараты до максимальных доз. И если не достигнуты целевые цифры давления, в этом случае необходима, конечно же, консультация кардиолога, потому что есть определенные нюансы. Третьим препаратом, который можно назначить этим пациентом, являются бета-блокаторы. Причем из бета-блокаторов лучше предпочесть либо неселективные карабидилол, либо небивалол, который обладает свойствами донации оксида азота и, соответственно, таким дополнительным свойствами периферической вазодилатации. Запрещено использование веропамилы, дилтиаземы из-за риска лекарственных взаимодействий. И, как я уже говорила, к сожалению, диуретики тоже попадают либо под запрет, либо в категорию относительных противопоказаний из-за возможной желудочно-кишечной токсичности в сочетании с электролитными нарушениями. На данном слайде представлены конкретные номинования препаратов, которые можно выбирать из обозначенных классов антигипертензивных средств. Эти препараты обладают минимальным риском лекарственных взаимодействий с тирозин-киназными ингибиторами. Поэтому можно вполне иметь перед глазами эту табличку для того, чтобы не чувствовать какую-то растерянность при выборе того или иного лекарственного препарата. И общая схема выглядит следующим образом. Монотерапия только при низком риске первой степени повышения давления. Во всех остальных случаях комбинированная терапия на старте из блокатор расы антагониста кальция при неэффективности добавления бета-блокаторов. Ну и дальше иногда требуется четырех-пятикомпонентная терапия. Это уже необходимо, конечно же, помощь кардиолога. Если несмотря на многокомпонентную терапию сохраняется уровень артериального давления выше 160 и 100 мм тутного столба, необходимо приостановить терапию. И также всем пациентам нужно дать очень четкие инструкции по поводу того, что если по каким-то причинам прерывается, оканчивается курс терапии тирозин-киназными ингибиторами, в этот же день необходимо либо вернуться к исходной терапии антигипертонивной для тех пациентов, которые имели гипертонию и получали некие препараты, или отменить все препараты, которые назначались для коррекции артериальной гипертонии, почаще мерить артериальное давление при необходимости принимать короткодействующие препараты типа каптаприла для коррекции цифр артериального давления, иначе крайне высок риск гипотонии. Клинические примеры, как это выглядит в обычной жизни. Действительно всегда нужна много, при третьей степени гипертонии нужна двухкомпонентная терапия на старте, иногда это трехкомпонентная терапия для достижения целевого артериального давления, а иногда, как в данном примере, это такая пятикомпонентная терапия для того, чтобы быстро в течение недели пациент, например, в данном случае проводилась титрация доз антигипертонивных препаратов до пяти препаратов в максимально переносимых дозах, и это позволило сохранить максимально эффективную дозу, в частности, в данном примере, ленватиниба 24 миллиграмма. И в дальнейшем даже удалось несколько снизить дозировки лекарственных препаратов. Помимо артериальной гипертонии, в заключении хочется сказать еще о двух очень важных факторах, которые нужно иметь в виду. Иногда причиной редукции дозы становится протеинурия, это более поздняя побочная реакция. И для того, чтобы в позднем периоде не развивалась протеинурия, мы должны иметь крайне эффективный контроль артериального давления в начале терапии тирозенкиназными ингибиторами. Потому что основной фактор риска развития протеинурии, помимо количества циклов терапии и блокаторов ангиогенеза, это систолическое давление выше, чем 135 миллиметров топного столба. И нужно сказать, что поскольку мы ожидаем развития такой побочной реакции, то блокаторы РАС становятся препаратами выбора, занимают первое место среди всех антигипертонизированных препаратов, потому что именно ингибиторы АПФ и сортаны обладают нефропротективным потенциалом в отношении развития протеинурии. И таким образом, назначая данные препараты, мы не только контролируем давление, но и уменьшаем такие риски отдаленных нежелательных реакций к протеинурии. И последнее, о чем нужно сказать, это саркопения. К сожалению, иногда мы не обращаем внимания на то, что у пациента развивается слабость, снижение работоспособности и постепенно теряется мышечная масса. Действительно, существуют очень тонкие такие рентгенологические способы диагностики, не всегда они доступны, но очень простой инструмент, потеря более 5% массы тела за 6 месяцев, соответствуют критериям рака, ассоциированные к афексии. К сожалению, когда это случается, нам практически нечего пациенту предложить. Все возможные терапевтические подходы, которые применялись, это и прогистогенные, и глюкокортикостероиды, и л-карнитин, сульфациент. Много было попыток корректировать саркопению. К сожалению, мы, как правило, это либо не можем сделать, либо можем сделать ценой повышения смертности, как, например, было продемонстрировано при использовании бигейса в раке предстоятельной железы. Поэтому основная задача – проинструктировать пациентов в начале терапии тирозенкиназными ингибиторами, что так же, как он должен контролировать артериальное давление, так же он должен сделать свое питание своим лечением. Каждый день в пище должно содержаться не менее 1,5-1,5 г белка на 1 кг массы тела для того, чтобы предотвратить развитие саркопении. Ну и, конечно же, такие мультимодальные физические тренировки, сочетание аэробных тренировок для снижения системного воспаления и улучшения клеточного дыхания силовыми, которые только позволяют поддержать мышечную массу, позволяют предотвратить развитие саркопении. Уже говорила про удлинение интервала КУТЭ. Наверняка, к сожалению, у каждого в практике вспомнится случай, когда вроде бы эффективная противоопухолевая терапия, пациенты получают, неважно даже, какой группа препарат, при этом развивается какая-то умеренная желудочно-кишечная токсичность, немножко тошнота, немножко рвота, немножко какие-то поносы, не очень хорошо контролируется уровень электролитов, возможно, случается какая-то инфекция, назначаются антибиотики, и вдруг приходит сообщение о том, что пациент внезапно скончался. Вот, к сожалению, иногда это следствие удлинения интервала КУТЭ, просмотренное при рутинном контроле электрокардиограммы, которая потенциально никак не болит, никак клинически не проявляется, но способствует развитию жизнеугрожающих нарушений ритма. Все рекомендации написаны и европейскими экспертами по онкологии, и по, соответственно, кардиологии. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы всегда можете обратиться. Телефон представлен на слайде мой, есть телефон для консультации специалистов мобильный, телефон для записи пациентов, если речь идет о Москве. И спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Продолжение следует...